перед переночевал кукурузных полях вот такая вот красота ночью была буря и хорошо что я был под деревьями упала две капли воды но при этом был адский ветер на сегодня я должен должен постараться проехать до черногории то бишь доехать до сербии и проехать ее в 12 часовом режиме потому что не хочу делать анализы я просто транзитом проеду но по идее задача вполне по силам там увидим короче чего я был по грязи ехать подумал я и поехал через лес подумал я блять и наехал на чё там тут какая-то грязь еще больше и страшнее подумал я и поехал через другу через лес и скоряги по боку вот так вот можно было сделать и в прошлый раз значит так было можно до бляхая люблю я свою honda за это поля просто взял и объехал все это зачем месить грязь можно просто поехать по лесу а вот здесь румыния похоже на украину очень сильно ну на ту который я помню дороги правда получше чем на украине а такое а поля вот дал такие вот огромные нету тех частных полей европейские там по по чуть-чуть всего а вот именно поля вот бескрайние как на украине не знаю почему но google maps повел меня сюда окей сюда и так сюда зато колоритные трущобы ну не трущобы нет нет ничего такая не знаю я не знаю что такое румыния но она отличается от всех европейских стран где я был такое ощущение что это кусок азии в европе в центре понимаешь не знаю как много аистов у них просто огромное количество ухты прикольный мост не закрывал вот эта речь хочу за речь такая огромная красота какая-то какая-то огромная речка какой дунай а я не знаю что в румынии сечет дунай дунай что ли ну по очень огромная речка еще рукав порт от дамба переходной этот шлюзы ух красотей где это я в общем а может не дунай дуна из какой-нибудь дуна реа написано написано дуна болять дуна дуна реа написано я тут по ошибке не понял что это пограничный пункт и себе такой поехал дальше думаешь что это я думаю это гидроэлектростанция а возможно это и есть гидроэлектростанция просто заодно решили сделать на этой в этом переходном пункте и дорогу река интересная глянуть дуна какой-нибудь не республика република сербия прикольно огромный к там барика вниз несколько рукавов я думаю я думаю думаю ух большой большой днепрогресс такой вот они не прогресс на виду дунай гэс я просто не знаю тут других речек если честно в румынии большая река дунай все что знаю может еще какая там узнаем но круто круто реально круто огромные такие пространства румынии мне понравилось это была такая интересная поляки скомпликованная такая сложная сложная страна она как кусок некий советского союза азии в центре европы и возможно поэтому моей душе это и вызывает какие-то эмоции гидал ностальгию не знаю все же я родился советском союзе казахстане жил украине и возможно возможно но большим подъезжаем к границе контрольному пункту грису можно проехали республики сербия так мне куда туда туда сюда куда мне ехать она поехали туда на прикольно я на территории сербии первое очень очень приятно моей славянской душе слышать славянский язык и господи он понятный он реально понятная нормально смерть поясни на говорю на русском они со мной на сербском это было прикольно потому что я понимала чем они говорят мне это нравится обожаю второе меня не проверили итак продолжим и самое главное мне не проверили и мои прививки они не проверяют я просили куда ты едешь я говорю все черногория не гитана счастливого пути все не сказали мне что братан у тебя есть 12 часов чтоб покинуть мы те транзитным путем сербию нет давай едь и все окей не на это супер короче не разобрал судя по асфальту и то что вода течет сюда там впереди идет дождь еще такой серьезный ливень прикольный дороги давно таких не видел щит давно поехал в тенек куда-нибудь отдохну как обычно везде здесь люди ну что видим сач там вроде речка ну дорога такая не еженая как как я люблю буду так найти такую дорогу найти по поле красиво разогнаться ебнулся блять извиняюсь упасть хотя нафига еду не знаю но отдохнуть типа я устал я нашел речку она была рядом а я не доехал двух метров двух метров не доехал классная речка то ты белый кусок автопан серби кусочек задел я его впереди дождь, буря молнии херачат ошибся с поворотом падает град крупный и бьют молнии падает град попал под град под дождь под град пришел снимать переодеваться осталось фура турок ведь братан горит типа там херачит ну его нафиг и давай залазь посиди посиди здесь погрейся по-турецки вам он по английски вообще не рубит вот и я ошибся с дорогой и то поехал но теперь попробую догонять время я нормально я же сам себе мокрый то что пока оделся от дождя промок ливень был град такой град с голубины яйцов сербия вот так выглядит сербия фризер только это кройщик наверно но тоже это развалины какого-то замка остались прикольно аутентично но вот вот такая вот она сербия но не знаю видно и видно видео но от асфальта идет пар прошел дождь и стоит туман от того что вода испаряется асфальт был такой горячий вот такая вот ситуация друзья вроде нету а вроде и есть и не знаю убирать голову проху и убирать уберу голову проху может это красиво будет надо будет снять а не уберу ну там что-то закоротит ее не дай бог или что-то еще вот непонятно я вообще туда а потом туда господи а там тучи думал выйду с дождя я обратно не пойду светофор продавницы низкие сцены к умовым что значит к умовым не знаю к умове к найму да повезло мне сегодня не жарко не на самом деле даже прохладно резина дает себя хорошо ведет себя на на мокром асфальте отлично просто кстати они вот здесь выращивают я не знаю что это ежевика вот такая вот прикольно но очень много выращивают вот вот ну не малина же такая не малина я видел другую малину персики и вот это очень много это ежевики виноград был сейчас не вижу а я по серпантинам еду 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 душа уже потихонечку насыщается серпантинами я вам скажу боюсь что после словения развернусь и просто по автобану порву рванущая цель не это малина это реально малина такая кустовая ух орехи это не ежевик это малина это малина крутяк никогда не видел такой малины теперь вижу а наш путь направляется вот наверно туда крючак все а наш путь дальше мне интересно тут как кончатся когда-нибудь эти ущелья или я буду так все время ехать до самого моря адриатического ну мне бы поспать немножко отдохнуть может быть я набрал собой силенок если честно то жутковато и чувство здесь мокрое все дождь прошел туман эти всех растения с ущелья скалы ощущение вам скажу жутковато не знаю почему да прекрасные виды просто вот такой вот еще очень и холодно ужасно стал в общем как-то я неудачно срезал из сербии в черногорию потому что вот на такой дороге я ехать буду в сутки но попробую такую дорогу забыть одеваю свою не промокашку уже второй раз уже замерз туман подымает вот-вот там кремит ацки поэтому выключая gopro и прячу сумку все нафиг до вечера или пока эти дождь не закончится пока вот здесь проснулись 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 с фотоциклом вчера десять ночи начало 10 я приехал сюда я просто стал кубик что здесь сухо не было дождя хотя бы нужно было поэтому здесь ночевать